И сейчас прозвучит доклад, сейчас, минуточку, «Цифровой дутар». Этот доклад подготовил композитор, старший преподаватель кафедры композиции и инструментовки Государственной консерватории Узбекистана Виктор Хандамян. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте. Спасибо за то, что передаете слово. У меня небольшой доклад, и я быстренько начну, быстренько закончу. Больше визуально. Сейчас я проведу демонстрацию экрана. Включил. Видно? Да. Пожалуйста, продолжайте. Значит, я создал на базе Contact Native Instruments библиотеку, которая вмещает в себя звуки дутара. И такой библиотеки прежде еще не существовало. Ее цель – это использование в продакшене, музыкальном продакшене, при написании музыки для кино, для рекламы, для написания музыки в композиции в форме трейлерной музыки, тизерной. Вот такого плана. Его наполнение, этого инструмента, иначе говорят, библиотеки, состоит из интерфейса, пользовательского интерфейса. Внутри этого интерфейса расположен программный код, за счет чего управляются также, которые расположены в самой библиотеке звуки. И этот код приводит в исполнение, в взаимодействие всех, вот все, что вы видите, взаимодействие всех этих систем. Здесь присутствуют артикуляции, не все артикуляции, но некоторые из них мы использовали при записи. Например, возможно симулировать игру указательным пальцем вверх-вниз, большим пальцем вверх-вниз, потом всеми пальцами вверх-вниз. Есть такой термин – рез, это обозначение тремола. Также можно сыграть арпеджио, бициката, и два орнамента присутствуют, это марденте и пиранг. Кроме артикуляции можно настраивать эквализацию, высокие частоты, средние частоты и низкие, добавить некоторую реверберацию. И благодаря настройкам акцента и атаки можно более-менее приблизиться к ударной характеристике этого инструмента, потому как он по своей сути больше имеет такие ударные частоты, нежели звуковысотные. А здесь присутствуют еще уровни микрофонов, за счет которых также можно изменить, прибавить больше высоких обертонов или убавить где-то их за счет вот этого расположения. Близкого микрофона, сзади, с задней стороны, снизу, сверху и так далее. Какие проблемы он решает? Такой инструмент помогает музыканту или даже не музыканту, а начинающему, любителю, который не умеет играть на дутаре или не имеет возможности пригласить музыканта, нанять музыканта-дутариста, то он устанавливает данную библиотеку в контакт через системы DAO. Прежде вот до меня говорили о том, что существуют системы DAO, это Reaper, контакт, вот в такие системы. И за счет этих систем цифровых можно будет создавать музыку. Здесь образец того, что получается вообще, если подключить библиотеку к Авитосибелесу в нотнографической программе. Указано дутар, это мелодическая линия, и указано кейсвитч, это переключатели. Переключатели, которые регулируют артикуляции вверх, вниз или в зависимости от громкости. И также они регулируют, каким пальцем играть на дутаре. Скажите, пожалуйста, слышно ли все? Да, слышно. Вот что получается, когда мы можем подключить Сибелиус к Авитосу. Библиотеки контакт, и как это выглядит через систему DAO Cubase, на моем примере. Вот эта библиотека, запущенная в сэмплере контакт, непосредственно сам контакт, включенный в DAO Cubase. Здесь это миди-дорожки, там прописана мелодия и прописаны кейсвитчи. Кейсвитчи – это вот эти регуляторы переключателя, которые подсвечены красным. А мелодическая линия – это подсвечены клавиши голубым. Вот прибавляем средние частоты, низкие частоты. И регуляция силы удара. ХОВОРИТ П – ГЛИСТИ И хотел бы показать, что в итоге получилось. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Право. Влад завершен. Спасибо. Ирина Гаджиевна, можно мне буквально сейчас несколько слов сказать? Да, конечно. Несколько минут покинуть, но я надеюсь вернуть. Конечно, Ирина Борисовна, конечно. Виктор, я могу так называть, да, Виктор? Да, да, конечно. Виктор, спасибо вам огромное. Мне как профессионалу чрезвычайно интересно то, что вы рассказали. И опять-таки, понимая регламент наших выступлений, соответственно, и вопросов и всего, мне только остается вот так вот сделать, чтобы не забирать ни у кого время. Тем не менее, это действительно невероятно интересно. И я сейчас должна буду вас покинуть ненадолго. Я надеюсь вернуться. И очень прошу, если можно, вот чтобы вы тоже еще были, может быть, вернуться к обсуждению. То есть не к обсуждению. Я хотела просто вот задать некоторые вопросы. Самое главное, вот что я хотела бы, чтобы я хотела, даже не то, чтобы спросить, а узнать ваше мнение. Ну вот вы композитор, вы это делаете для, понятно, для вас, как для композитора, вы создаете музыку, вы ее слышите, вы ее хотите воплотить вот в звучании, то, что вам, то, что прислышалось, то, что вы вынашиваете, то, о чем вы мечтаете, как композитор. Вот этот инструмент, понятно, что он реальный, натуральный инструмент, я специально намеренно сейчас об этом говорю, вы поймете меня, наверное, он имеет свой диапазон звучания. Реальный живой инструмент акустический, он имеет диапазон звучания. Вы понимаете, что то, что вы делаете, снимает эти ограничения. Вот, по-моему, это одна из основных ценностей нового вот такого вот иммерсионного звукового, вообще нового пространства, звукового музыкального пространства. И вот эти ограничения, которые были в силу того, что понятно, что любой инструмент технологический, технический, он имеет вот свои какие-то диапазоны, понятные акустические ограничения. Вот здесь открывается целое вот как бы такое, ну, я даже не знаю, огромное пространство для новых звучаний. Как композитору, вам это интересно, вот именно вот это направление? Ну, касательно диапазона, мы соблюдали все-таки действительно натуральный диапазон, какой присутствует у естественного тамбура, простите, дутара, это я уже забегаю вперед, потому что идея есть сделать также тамбур. То есть мы использовали тот же самый диапазон дутара, какой на натуральном, и за пределы этого не выходили. Можно создать другую библиотеку, где можно использовать что-то новое, вот о чем вы говорите, выйти за пределы натурального звучания и как-то менять тембр самого дутара. На данном этапе этой цели у меня нет, и может быть это и будет интересно, я согласен, но сейчас другие цели стоят. В музыке я не использовал современные техники игры на дутаре, как бы я их не исследовал, потому что дутар хоть и говорят, что это как бы инструмент на палка две струны, но далеко не все так просто. Там присутствует очень большое количество штрихов, которые возможно как на правой руке, сыграть, которые возможно как правой рукой и левой рукой. И тут вот это бы хотелось исследовать. Спасибо вам огромное, я поняла. Вы знаете, здесь еще такой момент интересен. Вот вы пользуетесь Cubase, мы по-русски называем Cubase его, но любый секвенсор, неважно. Понятно, что там есть event list, то есть лист событий, где вы можете каждое звучание представить, все нюансы его. Тем не менее, все равно, который дает, расширяет возможности представления звучания инструмента в рамках той ладово-тональной системы, которая существует и которая отображает то, что существует, то, что связано с конкретными традициями народа и так далее. Но все-таки прежде всего мы пользуемся вот такой в этих секвенсорных программах европейской точечной нотационной системой прежде всего. Хотя, конечно, там есть event list. То есть вот это дает возможность как раз, ну вот к такому, может быть, расширяющему вот эти вот понятия привычных, известных звучаний. Ну вот если вспомнить, да, необходимость там создания стеклянной гармоники, ну вы об этом, наверное, слышали и знаете, конечно, это достаточно экзотично там или звучание ансамбля наковалин и так далее. Это другое, это другое, это понятно, что это другое, но это как раз показывает то, что композитору не хватает звучания сегодня вот того звучания, тех инструментов, того диапазона, которые есть, которые привычные. Да, вот почему создается стеклянная гармоника? Ну, наверное, поэтому вам, наверное, как композитору это ближе. Я прошу, огромное вам спасибо, если можно, вы дождитесь, пожалуйста. Сейчас должно быть выступление моей дорогой, вот недавно защитившейся аспирантки, она вот уже кандидат искусствоведения, она, сейчас, по-моему, ее очередь, да, насколько я понимаю, Инна Каджиевна. Но я постараюсь вернуться вот в процессе ее выступления, очень хотела бы вернуться еще к обсуждению, если можно. Спасибо вам огромное, спасибо, спасибо. Есть какие-то вопросы к докладчику? Спасибо за интересный доклад. Живая музыка, она всегда, так сказать, вдохновляет и ложится на сердце и так далее, поэтому я просто у меня вырвалась браун, потому что захотелось, так сказать, действительно очень интересно, и этот дутар настолько современный вдруг зазвучал с этими электронными инструментами, такую атмосферу создал, просто действительно браун, спасибо. Спасибо вам. Разрешите, если нет, я хочу задать несколько вопросов, у меня здесь целый, по мере вашего доклада, у меня сформировался целый комплекс вопросов. В первую очередь, кто вы по музыкантской специальности изначально, на каком музыкальном инструменте вы играете? Какой из музыкальных инструментов ваш? По специальности я композитор, играю на фортепиано, но прежде чем написать такую программу, дутар, я осваивал дутар, где-то год мы писали саму программу, и 6 месяцев непрофессиональное владение, могу сказать, непрофессиональное владение дутаром. Понятно, это первый вопрос. Следующий вопрос. В этой библиотеке, это библиотека сэмплов, я вот как-то не совсем уловила, или же это синтетическое звучание, комбинация тембров? Вот как это? Изначально был записан дутар, изначально были записаны, и как, по какой технологии? Каждый звук записывался, либо вы делали какие-то нарезки, вот как это происходило, если это сэмплы? Да, это сэмплы, это библиотека сэмплов, ничего синтетического там нет. Записывали мы отдельно две струны. Значит, игра определенная, например, правой рукой, это если указательным пальцем играть, то мы записывали весь звукоряд указательным пальцем. Если игра, вот артикуляция присутствует указательным пальцем, присутствует еще и артикуляция всеми пальцами, это называется бляк-зарк. А если всеми, то мы записываем также каждый удар вниз-вверх, каждую ноту, присутствующую в диапазоне дутар. И каждую ноту по четыре раза, можно по восемь раз, чтобы избежать машинарности, машинности при игре одной ноты. Вот таким образом, это называется раунд-робин, как бы цикл. Потом вы, вот было ясно слышно, абсолютно ясно слышно различная артикуляция, различные интонации. Это записывается или же это тоже было записано, все эти различные принципы артикуляции, различные эти исполнительские штрихи. Они записывались каждый в отдельности тоже, то есть выбирались из сэмплов и потом входили в библиотеку. Или же это уже какие-то компьютерные ухищрения? Нет, орнаменты, например, некоторый такой бенд. Последние артикуляции, там, как вы видели в интерфейсе, это орнаменты пиранг и бенд. Нет, на узбекском говорят нуля, это когда происходит съезд с одной ноты, что-то вроде глиссанда, но недолгая глиссанда, да. Это записывалось отдельно, так же, как и артикуляция правой и левой руки, а так же отдельно записывалась эта артикуляция на каждой из нот. И каждый лад на каждом ладу, например, от до до ре, и вот это звучит там, и следующее, секвенциозно записывали. Здесь компьютер лишь помогает вот за счет красненьких кейсвитчей, это зона, которая регулирует переключение. Компьютер за счет компьютерного кода, нажимая эти кейсвитчи, красненькие клавиши, мы регулируем, какую артикуляцию сейчас включить в данный момент. То есть заранее записывалась артикуляция? Все звучание у вас записано заранее, и вот эта вся ваша аппаратура позволяет только выбрать из того, что было записано заранее, потому что ведь есть же возможности и тембрального какого-то моделирования. Вы это не используете совершенно? В плане штрихов, в плане артикуляции, громкости. Громкость – это легче всего, наверное, динамика. А вот именно в плане артикуляции, исполнительских штрихов – это все было записано заранее? Позвольте мне продемонстрировать экран. Здесь заранее записаны артикуляции вверх-вниз, как я уже говорил, каким пальцем именно сыграть. А мы вот из этой зоны, зона красная, которая выделена, красные клавиши, мы выбираем, какую из этих артикуляций сыграть. Но мелодически мы можем все, что угодно создать, ритмически все, что угодно мы можем написать. Понятно. Мы лишь выбираем артикуляции. Понятно. Теперь такой еще момент. А какой у него… Это диатонический звукоряд у него, у дутара? Вот микроинтервалика какая-то присутствует в звукоряде. Вы как-то это использовали? Или же… Нет, на этом дутаре не использовали. Методомперированной темперации. Да, методомперированный дутар, хотя его называют традиционным. Но дело в том, что еще в 30-е годы повсеместно по Советскому Союзу происходил переход от нетемперированных строев к темперированным строям. И вот создавались лаборатории, насколько мне известно, не только в Узбекистане, но и в других союзных республиках. И с того момента из академического круга вытесняется нетемперированный строй. Моя задача теперь в создании тамбура использовать вот этот нетемперированный строй, о котором вы говорите. А здесь в дутаре использован только темперированный. Вот в вашем этом опыте, композиторском опыте, то, что вы предложили нашему вниманию, я здесь увидела не столько поиски чего-то нового, сколько синтез. Синтез, даже не синтез, а включение традиционного инструмента, национального традиционного инструмента в академическую композиторскую музыку. Это то, что было сделано вот еще в начале века Узиром Гаджибековым, когда он включил тар в состав симфонического оркестра, когда у него тар играет, например, в Увертюре, Копера и Кероглу. Вот мне кажется, что это вот такого рода опыты, когда традиционные инструменты на равных совершенно входят в симфонические произведения какие-то, может быть, камерные какие-то ансамбли и создают композиции и национальные, и в то же время очень приближенные к европейскому композиторской, к европейской композиторской школе. Я это понимаю, вот эти ваши изыскания в этой области. Я услышала пока это, не столько какие-то попытки найти какие-то новые звучания, выйти из каких-то рамок традиционных, создать новый инструмент, сколько использовать возможности традиционного инструмента в сочетании с какими-то другими инструментами в других формах, в другой форме. А метод сочинения музыки, который нам продемонстрировал, что даже непрофессиональный музыкант, не умеющий, не владеющий игрой на дутаре, сможет использовать этот инструмент и сможет сочинять, если я правильно поняла. Как так, Ирина Владимировна, что-то вы меня запутали. Значит, я не поняла, пусть нам расскажет. Как не музыкант может что-то использовать? Даже непрофессионально. Это, знаете, как в известной песенке сделать хотел чего-то кого-то. Нет, я неправильно выразилась. Нет, я не юбиловеда, не музыкант, не человек, не умеющий играть на дутаре. Не умеющий играть на дутаре, да, 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 совершенно верно. Совершенно верно, я с вами согласна. То есть использовать какие-то вот такие непривычные тембры и использовать это, может быть, в каких-то саундтреках для сопровождения каких-то, может быть, вот каких-то фильмов, я не знаю, да, это очень интересная работа. Я вас поздравляю, замечательно. Спасибо. У кого будут какие-то вопросы, пожалуйста. Зумруд Ханум, вам есть что сказать? Ну, что сказать, вы все акценты расставили. Просто действительно привлечение вот народного инструментария, да, я этим тоже занималась, это, да, у нас имеет свои традиции. Конечно, вот эти, Ирина Борисовна заметила, что они немножко ограниченные возможности, да, у наших, вообще, да, у этих народных инструментов. Но, тем не менее, есть замечательные проекты, в которых вот это все осуществляется. Это Atlas Ensemble, не знаю, насколько, Виктор, вы знаете вот их эксперименты, как к этому относитесь. Мне кажется, что там были представители Узбекистана тоже, да, принимали участие. Ну, у нас очень много композиторов. Фарач Караев был, Франгиза Ализаде, Джаваншир Кулиев. И были удачные какие-то моменты, правда, вот Фарач Караевич, например, считает, что вот действительно академические оркестровые инструменты, все-таки народные, это не взаимодействие, а не взаимодействие. То есть он постарался показать своем произведении «Вавилонская башня», называется именно вот «Солхотворение этих языков» и так далее. То есть его цель была показать именно то, что они не взаимодействуют. Ну, может быть, вот ваши эксперименты и вот то, что вы будете делать с тамбуром, когда вы уже будете туда и нетемперированы, да, какие-то, да, вот эти звуки уже. Это будет интереснее, я так думаю, потому что все-таки в этом направлении есть что сказать, и здесь есть возможность именно для взаимодействия. Ну, вот так, я думаю. У вас, наверное, есть свои сочинения какие-то, да, вы в основном делаете это для кино, там, не знаю, саундтреки в основном, да, это так исполняется в концерте или так, я не знаю, в общем-то вы сказали, объявили свою, так сказать, провозгласили свою цель. В основном для каких-то, да, вот записанных. Этот инструмент, да, этот инструмент, да, он создан именно для киномузыки. Ну, все понятно, понятно. Ну, я думаю, что есть возможность вот более широкого применения. Опять-таки, у нас есть прекрасная соната для скрипки Саза Джаваншира Кулиева, где он смог это все, их как-то восточный хардофон, азербайджанский и европейскую скрипку, значит, все это соединить и так далее. Так что вот, я думаю, что в этом направлении привлечение народного инструментария и ваш путь тоже может быть для киномузыки и так далее, это все очень может быть привести. И вот следующий эксперимент с тамбуром был бы еще более интересен, потому что там уже вот звуковую палитру будете расширять, потому что это очень насущный вопрос для наших восточных культур. Вот это микротона и так далее, которые, к сожалению, иногда вот нивелировались, да, вот советский период истории нашей. Ну, вот так, спасибо. Спасибо вам. Спасибо за замечания, за комментарии, за вопросы.